За годы независимости Кыргызстану не удавалось достичь значительных успехов в боксе. Однако в прошлом году Монарбек Сейдбекулу впервые в истории страны завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира. Но боксер на этом не остановился. В этом году он стал первым крыгызским спортсменом, который вышел в финал Олимпийских игр в Париже и завоевал серебряную медаль весовой категорией до 57 килограммов. Он подтвердил свой статус, что он является лидером своей весовой категории. У Монарбека в весе боксировало из 17 боксеров три действующих чемпиона мира. Чемпионы панамериканских игр, чемпионы европейских, африканских игр. И самая сложная подгруппа у Монарбека была. Но радость для всех любителей бокса. Монарбек с успехом преодолел все эти препятствия. Бокс в Кыргызстане стремительно набирает популярность и развитие этого вида спорта активно поддерживается на государственном уровне. В последние годы были проведены многочисленные турниры, а также открыты секции для детей и молодежи в различных регионах страны. А создание специализированной академии бокса станет очередным важным этапом развития спортивной инфраструктуры и позволит привлечь больше молодых талантов занятиям спортом. Землю под новый объект уже нашли. Это два гектара. Проект подготовлен и утвержден. Эскизы разработаны. Начались подготовительные работы. В последние годы наш вид спорта по республике динамично развивается. Во всех регионах открывается очень много залов. Это, я бы сказал, по инициативе федерации, естественно, спортивного комитета, местных властей самоуправления. Но очень много еще частных залов, где простые любители бокса, у которых есть возможность поделиться опытом, создать условия для занятия боксом. Они эти условия создают. Международный олимпийский комитет исключил бокс из программы Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Это решение было принято в связи с политикой руководства Международной боксерской ассоциации. Однако большинство специалистов считают, что это не станет помехой для развития бокса. Монарбек сделал историческую победу. Историческая победа. Поэтому, я думаю, после этой победы все ребята, все наши молодежь, юноши, все побежат, побегут в залы бокса. Потому что бокс развивает и выносливость, и характер, и силы воли. Сейчас идут разговоры, что бокс могут убрать с вида спорта, как с Олимпиады. Но мы надеемся, мы верим, что они не уберут. Если, конечно, есть люди, которые политическую роль могут сыграть, могут убрать, конечно. Но это не подействует на наш вид спорта бокс, потому что наши дети, наши боксеры целеустремленные будут боксировать. И есть у нас соревнования. Олимпиада проводится четыре раза в год. А у нас ежегодно по пять, по шесть соревнований есть. Создание Академии бокса в Кыргызстане станет важным шагом в укреплении спортивной традиции и вдохновит новое поколение спортсменов на достижение высоких результатов на мировой арене. В настоящее время идет подготовка к молодежному чемпионату Азии, который начнется 27 августа. Этот турнир состоится в Объединенных Арабских Эмиратах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова